Приветствую вас! Вы пишете о том, что в семье отсутствуют психоэмоциональные связи между сыном и матерью. Давайте сразу уточним, в чьей семье, раз у вашего сына есть невеста, значит у него с ней своя семья. Правильно. И если у него с ней своя семья, значит вашей семьи сыном уже нет. По сути, по факту. Потому что сын не может быть и в вашей семье, и в семье своей жены, или своей будущей жены. Не важно. И вот здесь вопрос. О какой семье говорите вы? Далее. Невестка сына является подавителем всех желаний моего сына. Двоеточие. Он у нее в зависимости. Допустим, невестка сына является подавителем всех желаний. Допустим, ваш сын, когда встречался с ней, когда начал встречаться с ней, он понимал это? Он видел в невестке эти качества подавления, как вот вы говорите или нет? Он выбрал сам, он выбрал эту женщину, ну, себе в жены или как? Понимаете, да? То есть, не очень понятно. Вы говорите, что она подавитель, но чем оперируете, что она подавитель? Как проявляется то, что она его подавляет? Это ведь очень важная информация для нас, психологов, да и для вас, в принципе, тоже. Для всех это важная информация. Как невестка вашего сына его подавляет? Вы говорите, он у нее в зависимости. Хорошо. Но если он у нее в зависимости, значит он для чего-то у нее в зависимости. Если он у нее в зависимости, значит ему эта зависимость что-то дает. И соответственно, если вы сделаете так, чтобы вне зависимости, Чтобы без зависимости сын получал больше, чем с ней, то вы и наладите с ним контакт, вы наладите с ним свою связь. И он будет вас больше ценить, он будет вас больше уважать, он будет взаимодействовать с вами, ну, как бы лучше, да, потому что вы помогли ему, вы помогли ему выйти из зависимости. А если ему нравится так? Если ему нравится быть с вами, если ему нравится быть в зависимости от своей невестки, что тогда? Ну да, это зависимость. Да, это не очень хорошо, безусловно, но ему нравится. И в этой ситуации что вы можете сделать? Если ему нравится, он счастлив? Вот он счастлив? Если он счастлив, то вам, как любящей матери, его счастье нужно принять. Если вы видите, что он не счастлив, тогда да, тогда да, тогда проблема. Согласен? Оно и начнет решать с этой проблемой. Ну так, вы сперва эту проблему постарайтесь увидеть. Если мужчина, ваш сын, несчастлив, то ему действительно нужна помощь. Помогите, помогите ему. Ну, а если он счастлив, то подумайте, какая ваша роль в этой ситуации? Какая ваша роль в этой позиции? Какая ваша роль в случае, если у мужчины все хорошо? Как бы. Подумайте. И не сделаете ли вы ему хуже, если лишите его зависимости? Может быть, именно в ней он и нашел себя и свое успокоение, например. Ну, например, я не знаю, я просто говорю, например, может быть, может быть так. Понимаете? Вот. То есть, тут вот нужно более четко выявить состояние вашего сына. И ваше отношение к нему. Далее. А вам вот эта вот связь психо-эмоциональная, она для чего-то нужна. Ну, вот именно вам. И, соответственно, соответственно, если мы сейчас предположим, пока просто предположим, что ваш сын счастлив, и что ему хорошо, да? Ему здорово, ему приятно находиться в зависимости от своей жены, от своей невестки, вот. То в этой ситуации что будете делать вы? Вам же эмоциональная связь, она для чего-то нужна, правильно? Вы же в ней, получается, нуждаетесь, и, соответственно, к вам вопрос. Тогда, если вы нуждаетесь в этой связи, то почему вы пытаетесь свои желания реализовать за счет своего сына? То есть, подумайте предметно, зачем вам эта связь с ним? Сын взрослый, он может с вами общаться, он может с вами не общаться. Вам эта связь для чего? Почему вы, по факту, стали зависимы от связи с ним? То есть, связь есть, вам хорошо, связи нет, вам плохо, вам плохо. Но он же взрослый, ваш сын. Вы уже не можете ему, как бы, ну, указывать постоянно, да, на то, на то вот, что ему делать, как себя там вести, да, и так далее. Не можете? Ну, наверное, не можете. А вы этого хотите до сих пор. Вы-то можете этого хотеть, это ваше право. Но вы ставите себя в зависимость, вы ставите себя в зависимость от ситуации, от сына, по факту. Ваш сын, он нашел уже в другом человеке, того, от кого он может быть, например, зависим, или того, от кого он может получать энергию, или того, от кого он может получать то, что ему нужно, там, и так далее. А вы нет. И если вы считаете, что сын в любом случае все равно должен всегда поддерживать с вами, с вами психоэмоциональную связь, то опять же, хорошо, вы можете так считать, это ваше право. Но, зачем ему поддерживать с вами связь? Для чего? Просто так, без мотива, он это делать будет вряд ли. Значит, ему нужен мотив, ему нужна мотивация для того, чтобы с вами поддерживать связь. То есть, он должен что-то от вас получать, и, скорее всего, получать что-то такое, чего он не получает, или не получал, от своей невестки. Вы можете ему это дать? То есть, вот такие важные моменты, на мой взгляд, нужно выявить для того, чтобы лучше понимать ситуацию. То есть, я понимаю, что вы считаете, что невестка вредит вашему сыну, я понимаю, что вы считаете, что он не в зависимости, но, может быть, и в зависимости. Но вопрос в том, нравится ли сыну это? Зачем ему это? Для чего ему быть в зависимости? И ваши отношения к данному аспекту. Вот это является важным. И подумайте об этом, соответственно. И вот, вы говорите, как восстановить связь. Вот, связь восстановить можно. И именно так. Только через предоставление сыну того, что ему нужно. Через предоставление сыну того, в чем он нуждается. Это первое. И второе. Необходимо понять, почему ваши отношения с сыном вообще разладились. То есть, как так получилось, что эмоциональная связь исчезла? Это же у вас в отношениях что-то было. Еще до невестки, скорее всего. Потому что, ну, не могла же эта женщина, кем бы она ни была, взять и сразу, как бы, отвратить вашего сына от вас. Если у него была к вам привязанность, если у вас были хорошие доверительные отношения, то этого бы не произошло. Значит, какие-то проблемы, эээ, какие-то проблемы, скорее всего, ну, были до этого. Какие-то проблемы, скорее всего, были еще до появления этой женщины. Вот и нужно подумать, какие-то были проблемы. Что не удовлетворяло вашего сына в этих моментах? Может быть, вы делали что-то неправильно, ну, там, для него, вот. Может быть, вы что-то сделали невер... ну, неверно, неверно, да, для него. Может быть, вы как-то неправильно поняли его желания, его потребности и так далее. То есть, вы как-то отдалили его от себя. И, в первую очередь, в первую очередь, нужно понять, почему вы отдалили его от себя. Когда, на почве чего, произошло отдаление. Понимаете? И тогда уже будет ясно, как это исправлять. Я бы предложил вам проанализировать, какой вы родитель со своим сыном. То есть, как вы к нему относитесь? Подавляете ли вы его? Или вы относитесь к нему как к другу? Или строгий вы с ним? Или, наоборот, гиберопекаетесь? И так далее. Понимаете? То, что его невестка подавляет его, и то, что ваш сын стал зависимым от нее, это ведь стало возможным благодаря вам. Если вы воспитали такого человека, который может быть зависимым, я понимаю, что вам, скорее всего, это будет неприятно слышать. Но поймите, зависимость у вашего сына, а точнее склонность к ней, к этой зависимости, она у него была. И ответственность здесь не сына, это не невестки, а сына. Это сын позволил ей поставить себя в зависимость. И вопрос только в том, как это стало возможным. А это вопрос к вам, потому что вы его воспитывали. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!